За несколько месяцев до смерти Александра Градского его гражданская жена Марина Каташенко нашла сиделку для больного артиста. Раньше Негора Фазилова ухаживала за отцом блондинки. Вначале Негоре было сложно. Градский, привыкший быть властным и диктовать условия, проявлял себя как очень требовательный клиент. Позже Негора начала симпатизировать ему, а Каташенко, наоборот, испытывала неприязнь. Как женщина, ничего не делала. Как жена она говорила мне, что нужно делать. Я как-то спросила у Градского, нужно ли мне прислушиваться к ней. На что был дан ответ, только меня будешь слушаться, я тебя на работу принял, вздыхает Фазилова в студии программы Малахов. Самые ужасные события произошли перед самой смертью Градского. В то время Марина все-таки добилась своего, она и музыкант зарегистрировали отношения. Даже старшие дети артиста не знали о тайной церемонии, так как Каташенко, похоже, не переносила их. В день, когда Градского увезли в больницу с подозрением на инсульт, его жена прибежала в пустую квартиру. Оказалось, что она засела там не просто так, а чтобы помешать старшему сыну Градского, Даниилу, войти в квартиру. Молодой человек приехал за медицинской картой, которую потребовали врачи, но столкнулся с жестокостью мачехи. Несмотря на все уговоры и стук в дверь, Марина не пустила его внутрь. Потом приехал Даня, стал стучать, он стучал, бедный, два часа, пытался попасть внутрь, а я не могла открыть, потому что не было ключа, да и Марина запретила мне, рассказывает сиделка. Также вызвал шок и ужас публикацию фрагментов из дневника, предположительно принадлежащего Марине Каташенко. Если верить этим записям, то ее нельзя назвать заботливой и доброй женой. Полюби его, как раненое животное, и добей, якобы писала блондинка, не подозревая, что злополучный дневник окажется в руках старших детей Александра Борисовича. Субтитры создавал DimaTorzok